9 мая для жителей и гостей города была подготовлена большая праздничная программа. О том, как прошел День Победы и в каких акциях смогли принять участие славянцы, смотрите в следующем материале выпуска. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Праздничное утро Дня Победы началось с песен. Настроение славянцам создавали творческие коллективы учебных учреждений. Около кинотеатра Кубань выступали студенты сельскохозяйственного техникума. Около общежития по улице Красной артисты электротехнологического техникума. Славянцы, идущие на митинг, с удовольствием останавливались около импровизированных концертных площадок и подпевали всеми известные и любимые песни военных лет. Для каждого жителя нашей страны 9 мая это особенный день. Это день памяти, скорби и день огромной благодарности всем тем, кто смог не просто пережить страшные годы Великой Отечественной войны, но и победить, отстояв нашу свободу и независимость. В первую очередь память моих двух дедов, которые погибли на украинском хронике, память рода моего, память семьи. Поздравляю всех ветеранов со светлым праздником, с Днем Великой Победы. Победа всегда будет за нами. Праздничная программа, посвященная Дню Победы, продолжилась на Театральной площади. Артистами городского дома культуры был подготовлен большой концерт. Все номера были посвящены родной стране Великой Победе и солдатам-победителям. Символом памяти и уважения к историческому прошлому нашей страны является Георгиевская ленточка. 9 мая на улице Красной работал стационарный пункт, где волонтеры всем желающим прикрепляли к одежде этот трехцветный символ Победы. Прикрепить Георгиевскую ленточку к своей одежде – это значит сказать, я помню и горжусь великой историей своей страны. Мы дети участников войны, уже ныне покойных. Другая Василия Спиридовныча и Кречколье Григория Васильевича, воевавших, освобождавших в свое время Украину, Белоруссию. А теперь вот так вот сложилось. И вот вы задали вопрос, у меня слезы на глазах, потому что это настолько родной знак, настолько это значение имеет. Ну мы выросли с этим, мы дети-победители, а для нас это вот что-то такое, близкое очень душе к сердцу. Также на театральной площади была организована выставка ретро-машин. Все они имеют очень интересную историю. Вот это «Форд МБ» или по-другому «Виллис» 1943 года выпуска. Был подарен американцами советскому инженеру Горьковского автомобильного завода, когда он участвовал в научной конференции. А это ГАЗ-67, 1952 года выпуска. Несмотря на то, что этот автомобиль послевоенный, многие запчасти, которые на нем сейчас стоят, времен Великой Отечественной войны. К примеру, это запасное колесо сохранило следы от снарядов. Как правило, такие машины собираются из нескольких. Донор или запчасти, которые мы можем еще, слава богу, найти в интернете, на всевозможных платформах. Так вот, решетка на этом автомобиле, на ГАЗ-67, стоит, по легенде, опять же, никто не может сказать, насколько это стопроцентная информация, с машины, которая возила генерала Малиновского. Также в этой машине использованы детали, которые были найдены непосредственно на местах боев. То есть, некоторые вещи смог реставрировать, смог привести в порядок, и я их установил на эту машину. Так как машина была массово, стала производиться в 43-м году, такие образцы на поле боя присутствовали. Мы это можем видеть и в хрониках. Ну, возили, как правило, комсостав. Также среди экспонатов автовыставки была полуторка и мотоцикл К-750. Дети, да и взрослые с удовольствием осматривали ретроавтомобили и фотографировались. Здесь же все желающие могли принять участие в акции «Мы сильны, как наши деды». Необходимо было отжаться максимальное количество раз. В общей сложности все участники акции суммарно должны были отжаться 1418 раз. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. И славянцы это сделали. Независимо от возраста, каждый хотел внести свой вклад в общую победу. Я решил принять участие в акции «Мы сильны, как наши деды». Я отжался первый раз 60 раз, второй раз 40, третий 30. Было тяжело, но я справился. Мне 65 лет. Но отжался 20 раз, можно было и больше. Но для меня пока хватит. Пока одни отжимались, другие могли послушать стихотворение о войне. В молодежном парке прошел конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». Школьники и студенты читали стихи о войне и победе не только известных авторов, но и собственного сочинения. Вернешься ты, герой родной, как родину спасешь. Ты улыбнешься и махнешь рукой. Солдат ты мой родимый, надеюсь, целый, невредимый. Увидишь слезы радости у всех своих родных и скажешь им, как счастлив увидеть вас живых. И ты обнимешь крепко их. Еще одна интересная акция, которая на протяжении вот уже нескольких лет проводится в нашем районе – это «Поем двором». Цель этой акции – создать праздничное настроение у жителей, объединить людей общей идеей праздника и все вместе исполнить песни военных лет. «Поем двором» Катюша, Смуглянка, Синий платочек, Дороги, Журавли, Землянка и многие-многие другие – эти песни стали символом победы, символом мужества и героизма. Песни военных лет помогают не забыть о великом подвиге нашего народа. Мы всегда будем несломленными победителями, пока в наших сердцах живут песни победы. Вот так ярко, празднично и интересно прошел день победы в нашем Славянском районе. Он объединил людей самого разного возраста и еще раз напомнил о важности – помнить и чтить историю своей страны.